Братья Тихонович, вот мне пришла такая мысль, наблюдение. Вот в свое время я смотрел видеоролики, в которых вы, ваши товарищи, братья, выступали с проповедями, поездки совершали, паломнические, миссионерские, в том числе по городу Барнаулу выступали с благовестием. Кроме того, были ваши стихи, я получаю ваши стихи, и не только я, но они все датированы 2005 годом и более ранними датами. А в настоящее время стихи более свежие от вас не поступают. Вы также сами выступили в печати. Вы печатали столько много книг хороших, а сейчас в печати тоже ничего не выходит, но выходят видеоролики. Вот чем можно, чем вы объясняете изменение такого ритма, такого уклада, когда вы делали раньше одно, а сегодня уже это не делаете, хотя оно и полезное было бы. Вот в частности и со стихами, с благовестием, имеют такой колоссальный опыт проповеднической работы, деятельности, миссионерской. Вот видите как. Псаллопевец говорит, Давид, лет жизни человеческой 70 лет, а при большей крепости 80. Что он имел? Крепость, какая крепость? Или жизнь в безопасности? Или от родителей? Мне 78, 79. Ясно дело, что отмеренные 70 лет, о которых он заботился, позади. Я никогда не думал, что живу до этого времени. Он молился, Господи, не восхитить меня в половине дней моих. Я тоже молился, молитва услышана. Это 35. Половина моих. Видимо, какой-то наступает этап, когда надо подводить итог. Я знаю людей, которые не останавливаются. Они продолжают, как продолжали, и думают, что все так и идет. А на самом деле так и идет. Даже по мирскому, так вот взять, где человек учился или учил, приходит время, ему ставят ограничения. Допустим, банкир. У них он хочет, не хочет. А у них закон. В 70 лет он должен покинуть пост. Никаких претензий нет. У него работа налаженная. Я знаю главного банкира Алтайского края. Близко знаком с ним. Иду на пенсию. Почему? А правило, говорит, такое. Устав наш. Ну, допустим, президент должен на своем месте быть 4 года. Теперь закон 6 лет. А на 7-й он не может быть. Заново переизбранный. Подряд только 2 раза. То есть, вот в жизни человеческой именно так должно быть. Говорит, что ничего не изменилось. И одинаково. Какой я был, такой остался. Это обман. А в обмане жить верующим не подобает. Почему? Потому что накопленное мною нужно сохранить. Накопленное мною нужно размножить. И надо остановиться. Мне очень трудно было относительно проповеди. Я говорил на каждом богослужении 2 проповеди. 25-30 минут каждая. В один из дней я сказал, больше не проповедую. Но, если вы не будете считать там Златоуста, Иоанна Кронштадтского, я выйду на проповеди. Обычно где я в Грузии, в Москве, где я был в Лиссабоне, в Америке, там я проповедую. Дома дать место молодым. Вовремя уступить. Память слабеет. Хочешь ты, не хочешь, но в одном, в другом уже замещаешь. Кое-что выпадает. Выпадает и снова надо смотреть в книгу. Люди этого еще не замещают. Но сам за собой, если внимательно человек смотрит, то это уже туманом подергивает. Очки надо. Там не видишь. Тут не слышишь. Тут раньше подскользнулся. Я взмахнул руками. Я даже не упал. А сейчас трава какая-то сухая. Заного засыпила. И уже шатаешься. То есть надо ограничить себя абсолютно во всем. Главное главное это сохранить. Донести до места уже добытое. Я в шахте. Я добываю. У меня загружены все контейнера. Мне надо довести до покупателя. До потребителя. И это тоже работа. И она нисколько не меньше. И теперь этот опыт применить на деле. Вот раньше было так. Я писал письма. Выступал в печати. Очень много. Так что три радиопрограммы регулярно вел. Я когда еду в трамваи в Барнаугле с кем-то разговаривал. Мужчина подошел, прислушался. Это вы не Лапкин? Лапкин. Как я хотел вас видеть. Я все время ваши радиопередачи слушал. А почему у вас печати сейчас нету? Я говорю, другая работа. Я перешел на книги. Книги. Вот вы держите ее. Книга. Семьсот пятьдесят две страницы. Вот она. Это даже не игрушка. Сколько? За девять лет у меня в книжном варианте, только в книжном бумажном, вышло 38 книг. Это огромный-огромный труд. Не выскажешь как. В каждой книге я в ссылках делаю около трех тысяч на священное писание. Понимаете? Что теперь это доступ уже не к двум-трем, которым я писал письма. Это совершенно другой уровень. Я делаю не для себя. Бесплатно я разбожу в библиотеке. Так никто ее не читает, никто ее не знает. Из ста библиотек, может, только одна что-то слышала. Она не знает. А кто вы такой? Я показываю газеты, центральные, московские, путинская газета, российская газета, учредитель российского правительства. И показываю у нас большая статья. Другие газеты. Вызвать доверие. А то я как снег на голову. Неожиданно появляюсь. Мне нужно дать людям то, чтобы они поверили, кто я, и вызвать доверие к тому, что я написал. И на это мне отведено 5-7 минут. Ну, понятно, что я рихтую вот это вступительное слово до последней буквы. Чтобы лишнее время не было дали. Я разворачиваю книги. Тут же сразу читатели подходят. Бывают книги прям берут сразу. Даже еще их не зарегистрировали. Пишут стихи. Зачем писать, когда столько написано? Я поэзией занимался очень серьезно. Я издаю поэзию, допустим, за 300 лет иностранной литературы. 300 лет и 300 поэтов. Что они сказали за это время по определенной тематике? Это у меня 26-й том открытым окном. Это 20 тысяч павелок я должен был крутить. 26-й том. Его нельзя даже выставить. Его сразу слетают из библиотеки там всегда. Но я это должен был добыть. Теперь я дал. Появляются люди новые. Но появился интернет. Теперь я выставляю в интернет. Вот я сейчас сегодня смотрел. У меня просмотр 7 миллионов 500 тысяч. Такой аудитории у меня не было тогда. И мне не просто... Я выставил. Я отвечаю на вопросы. Новые и новые люди обращаются. Приходят из сектанта. Священники. Начинают делать правильно. То есть я там работаю. Но ареал моего действия расширился. Я как бы вот из этой малой области, с конупы, вышел на всемирное поприще. И сказать. А почему? Потому что я сказал дать место молодым в церкви проповеди, понятно. У меня 1300 проповедей только в книгах. 1300. Это же огромное число. Докатаманная часть. Остальные в аудио выставлены. В видео добавляют. Зачем? Когда фактически я составил каталог на нашем сайте. Просто зарядить в гугле. Православный библейский сайт. Во свете Библии. И там можно найти звук. Видео. На первой странице. Такая рамочка. И там как раз это будет. Допустим. Жития святых. Только мне вот к ней открывается жития святых. А внизу алфавитный указатель. Откроешь его, голова кругом пойдет. 1173 строчки. Какого числа жития? Тем более я выбрал из 12 книг. На каждый день они идут. Первый век, пятый, десятый. Выбрал из 12 книг. Первый век. Потом выбрал второй век. То есть история церкви. Это никогда никто не делал. Почему? Я не знаю. Мне на сердце положено было. Это надо дать. И то, что я насчитал, это не просто насчитал жития. А насчитал жития в их хронологическом порядке. Этого никто не делал за 2000 лет. У меня все труды не просто, они супер уникальные. И что дальше алфавитный. Правая строчка указана, какой объем, сколько страниц в этом житии. Понятно, на какой дорожке, теперь какой файл, откуда начинается. Каждый век, если я по векам, то начинается с новой катушки. Это все там можно найти, на нашем сайте. И это надо делать. У меня сотрудники, это модераторы, администрации, около 12 тысяч человек. Это стоит деньги. А денег нет. Находятся спонсоры. И я должен быть у руля, у штурвала. Заходят, много пишут пакостей. В основном это священники, которых они натравлюют. Часто исповедуются, прищищают, матерятся. Притом они ничего не выдали. Разные некие аватары, то есть скрытые, подложные, подметные письма. О чем я говорю-то? Ладно, это мне Бог дал такое сердце. Я никакого внимания не обращаю, отодвигаю и дальше работаю. Я говорю сейчас только о той работе, какая была и какая есть. Я пишу стихи. Допустим, много стихов знаю. Я как-то посчитал, я с людьми беседовал. Около шести часов мог рассказывать наизусть разных поэтов стихи. Бог дал мне хорошую память. Это наследственно от родителей по молитве. Но я нигде не нахожу стихи, на которые сегодня злободневные темы. Стихи подталкивает. Их нет. Я не буду повторять, что Некрасов писал о размышлении у парадного подъезда. Там сказано все. Стихотворение живое. Но там нет размышлений на церковном пороге. Я это пишу. Вот что ты не увидишь в жизни, у меня все это описано. И все это направлено к прославлению Христа, к любви ко Христу, к любви к Святой Библии. Таких стихов нет. У меня много стихов, седьмой, восьмой топ. Это все по 9 куплетов, 4 строчек, 36 строчек, 9 и 4, 36. И указано на лесописание, которое подтверждает мысль, которая там заложена. Ну-то понятно, сколько надо. И сколько появляется людей, которым надо ответить. Я каждый день утром только около 2 часов сижу за компьютером. Я провел за ним за 9 лет, когда писал книги, более 30 тысяч часов. Это богатство надо сохранить. И теперь мне зачем дальше писать? Я понимаю, сказано практически все. 3467 вопросов, там 424, от 4124 вопроса и ответа, которые я давал в университетах. Эти вопросы и ответы вызывают новые слушатели, клиенты, которые просят пояснить, почему так сказано, откуда это взято, я же не указываю. Это моя работа, у меня времени совершенно нет. Вот почему я умышленно, сознательно, добровольно, никем не запрещенно отошел от проповеди. К проповеди надо готовиться. У меня 1336 проповедей только в книгах, не считая в аудио. Зачем? Достаточно. И там, где проповеди, написано проповеди, в алфаэтном порядке, как проповеди называется. А и отдельный каталог, на какое место писание, Матвея, глава, стих, и рядом, в каком томе, на какой странице. Я должен у 30 томов, а еще 3 тома, которые открыты боком по 752 странице, которые в интернетной версии, я должен все время их держать в памяти и заново перелопатить. Каждая проповедь, на какой стих писание, что является эпиграфом, допустим, у церкви на каждый день определенное чтение. Я их беру оттуда, эти места писания, говорю проповедь, а теперь поставлю в оглавление. Но я сказал, а проповедь-то где? Она напечатана, надо указать. Я теперь должен достать, через поиска миг, найти какой том и какая страница. Ну, только глянуть маленько, и то голова закружится. Это невероятная работа была проделанная. Когда меня спрашивали, ну а как тут, по какой тематике найти, как, где, я считал, после моей смерти кто-то займется, сделает. Но пришлось заняться самому. И заново 30 томов пролопатить страницу за страницей. Это все делать выписку, а потом самому сидеть это печатать, и потом ставить в интернет закачивать. Ну, я говорю о том, чего никто не делает. Никто и никогда. У них есть только проповедение. Вы спросите, что это у Осипа, где-то отпечатано, что он говорит? Нет. Ну, там Андрей Ткачев, который, я говорю, что они говорят, но дальше найти-то нигде. У меня ссылка. Том, страница. Том, страница. Если вопросы, ответы, то какой вопрос, в каком томе. Это тоже надо каталог составить. В каком томе, сколько вопросов. Это у меня отдельно все это идет. Даже вот Библию, сколько в каждой книге глав. Смотрите, сколько здесь идет страниц. Это надо выставить. Техника не выставляет. Это отдельные большие специалисты приезжают, помогают. И потом я сам выравниваю, чтобы так ровно шло. Вы считаете одну за другой. Что это? Проповеди на богослужение. Стихи. Стих 23, 21-22 томах. Вот они открыты. Какое название стихотворения. Какой том, какая страница. Страница и том. Чтобы было ровно. Вот так вот. Это вручную, это не делается. Это система. И потом только подравнивать. Дальше даже вот эти точки. Количество точек засчитано. Вот когда к какой главе идет. Вот смотри. Это только на два тома. Я показываю. Это книги-то мои. Я теперь должен дать каталоги на все. Этим я занимаюсь. Вот они вышли. Вот на сегодняшний день у меня, в лично моих, на ютубе 8500 роликов. 8200-240. Вообразите. Каждый ролик кто-то посещает и задает вопрос или опровержение. И мне надо ответить. Вот сделать фотографии, чтобы они были интересны. В книге-то я сам все сам делал, подбирал. По тематике. Светные. Это стоит большие деньги. Господь помог все сделать. 64 страницы фотографий. Закройте пока. В каждой книге светлых 64 страницы. Это фотошоп. У меня, сейчас я не знаю, 3 или 4 только программиста работают. Мы как-то фотографировались. Скажется, 12 человек только модератора администрации. Которые участвуют в этом. Хочу я или не хочу, но мозговым центром, имеясь я. Делал все сам. Набор, верстку сам. И тогда приехала одна семья. Он очень ответственный программист. Жирой говорит. Вы все делайте сами. Вас не будет пугой делать. Дайте нам работу. Я говорю, я вас расслышал. И с этого дня больше не стал делать. Только намек дадут, я сразу отошел. Повторяю. 3467 стихотворений. По количеству и по объему. Это больше, чем Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Александр Блок. Это написано всего за 9 лет. Но ты прикинь, на каждый день сколько придется? 365 дней, 9 и 30, больше, чем каждый день. И все на разные темы. Ты сказал, пианино, котенок, на это проповедь. Лошадь. Отдельно проповедь. И мало того, положено на музыку. И поется еще. То есть, я перешел в иной формат работы. Ежедневно. Где-то, ну, встаем в 4.40, я раньше иногда на целый час стою. И до 6 часов, вот здесь деревня пока, тут утренние часы меньше оплачивают. Я должен дать вопрос, ответы на письма и новые ролики каждый день в событиях прошедшего дня. Это сейчас. И это все находится на нашем видеоканале. Во свете Библии. Открытый Богом Игнатий Лаплин. Так называется. Отошел добровольно. Времени нет. Сказано все. И все, что сказано нужно, это нужно сохранить и распространить. Все книги, вот я читал в аудио, Яна Златоустая, Житая Святая Библия, это все на пленках было. Это надо все было оцифровать, чтобы поставить в интернет. Кто? Я бился и сказал, никто. Нашелся человек, вот он приезжал, Николай Пальгуев, и он магнитофон настроил мне, чтобы крутиться пленки, старые магнитофоны, Маяк-205, и перемести на запись, на цифровку, на диски. А с диском потом мне надо перекачивать в интернет. Вы никогда не сможете до конца понять, какая работа. Я включен, дорожка идет 2 часа 5 минут. Мне надо переключать и одновременно на эту. А раньше записано было на 3 размера. 275, нет, 255, как сказать. 375 и 525 метров катушки. А одна 8, 5 часов с чем-то, другая 8, 20 и третья 12. 4 дорожки. И теперь а-лининал написан на одной, а пленки почти другие. Я на них теперь должен, а она кончается, а тут не кончается, еще дорожка-то. Я все должен записывать, не сделать ни одной ошибки. Потом это все КГБ заберет, перепортит, концы отрежут. Мне надо искать, где концы. Они их пообрезали, постирали. Я их восстановить, а теперь она уже на 10 раз перекручена. Ферромагнитный слой слетает. Ничего нельзя сделать. И теперь из этого выбрать лучшее, какие у меня оказались в руках. Каждый год пленка, она должна прокручиваться два раза на сухую, чтобы снять напряжение, которое там электрическое. А они у меня лежали 20 лет, закопанные в земле. А на мороз и жара все касалось их. Я теперь где-то в конуре прятал, завалил дровами у людей где-то. Из этого выбрать лучшее, из лучшего сделать единственное экземпляр для интернета. Это она накручивает у меня, а я по комнате хожу. 16 часов. Переключил. Если досел за стол, смотрю, пленка кончится, а там идет, у меня пропало все на этом диске. Я должен мгновенно нажать две кнопки, остановить там и здесь. Теперь перезарядить, перевернуть ее, чтобы одновременно с ней включить. Следующий день я работаю, у меня 17 часов я на ходу. 18, еще переписываю, 19, 20, 21, 22 часа, 23, не присядь. Последний день я 24 часа на ногах. В другую комнату захожу, я уснул и стою на ногах. Ну, православные, мы привыкли в стеркви спать. Я остановился, повернулся, где я нахожусь. А я сейчас слышал, а, магнитофон работает, там у меня запись. Прошел, еще там минут 10, а сюда, чтобы не уснуть, я хожу. Дошел, туда 5 шагу, сюда 5. Дошел, туда 5, уснул. Уснул, это доля секунды, я уснул. Я стоя разворачиваюсь и остановился, где я нахожусь. Мне надо определиться. Никто этого не знает. Никто за это не взялся. В одном месте только составить таблицу Сергей Кубков помог. Понятно? Вот я с ним вожусь, с этим, паливаю, я его зову палец сокращенно. И вот приучить его надо, чтобы он был на коленях. Но зря не брать. Только я, никому больше. Сейчас бегать, ловить мышей. Я еще этим занимаюсь. И с собаками, и с птицами, и с голубями. Это отдых для меня. Вот таким образом. Стихотворение надо было начитывать. Но оказалось, люди просят не в аудио, а в видео. И мне пришло стихотворение, которое в аудио я начитывал, еще пересчитывать и в видео. И у меня остановлена та работа, она делалась. И стихотворение – это ролик. Было, я остановился на этом. Но стихотворение сопровождает и мои проповеди. Какие газеты? Я печатался в газетах. Я говорю, что так печатались везде в журналах. И вдруг вас нигде не станут. Я сознательно отрезал. Все. Я занимаюсь другим. Тем же самым, но в другом формате. А вопросы, которые… 4124 вопроса-ответа, я отвечаю. А они все в книгах. На каком и где находятся. У меня таблица составлена. Чтобы легко было найти. А теперь я беру по одной и события дни, включая вопросы оттуда. Уже на третий раз. Они сказаны были где-то. Отвечал я. Их записывали в университетах. Лежат оригиналы. С пленки, которые я там говорил, надо теперь перепечатать бумажный вариант. Я попросил знакомый человек. Он не православный. Баптист. И он на кассеты записал. Один человек ходил в университет. И сидел на первой скамейке и все записывал. А потом подходит, приносит коробки наполненные. И говорит, я вот столько хожу с вами лет. Это все записано. Я уезжаю, я вам все это даю. И теперь сделаем так, чтобы мой этапон включался. Он включался. Я ногой. Стал привлекать других людей. Напечатать. Попробуй. Начитанное переведи в Word. Как оно будет. А теперь, которое начитанное, это все надо оцифровать, чтобы можно было поставить. То есть работа у меня сейчас намного больше, чем тогда, когда я был. Но работа другая. А вот здесь в деревне я нахожусь. Даже в семикратном день не можем молиться. Я от этого отдельно коснусь. Я с чем занимался, тем и занимаюсь. Проповеди распространяю. Которые я говорил, которые слушали в храме, ну 50-70 человек. Больше нет. Теперь слушают их, я говорю, сколько. Сколько просмотров, прослушивающих и прочее, 7 миллионов 500 тысяч. И система, наши ресурсы занесла в СМИ, средства массовой информации. То есть мне надо срочно было ознакомиться с порядком, не нарушать. Я стал спрашивать специалистам, а кто это сделал? Я говорю, автоматика. Ну у них там помещено. Нет ли там экстремизма. Нет ли там того-другого. Я должен это все учесть. Ничего чужого не брать. Кроме того, реклама идет. Попросили ли там некоторые, пусть реклама идет. Ну и было такое, что один пришел, модератор, и говорит. Вот у вас на системе там столько-то. Куда я говорю, если можешь, сними и приобрети новые диски и прочее. Так что помаленьку, там какое-то накопление идет. Я ни одной центом не воспользовался, оно в долларах идет. Некоторые жалуются на это, что трудно смотреть. Открывают все, смотрят. Там же выключается эта реклама. Ничего такого нет. Поэтому говорить о том, что я оставил свою работу и куда-то ушел, нет. Лагерь закрыт. Все. Расформирован. Но нынче мы так же отдыхали, так же пили, ели, гуляли, играли. Все то же самое. Но вариант другой. Приобрели дома. У нас нынче были в пяти домах только. И каждый приезжает ребенок с матерью. Власти к этому претензий не имеют. Они знают, тем более я все выставляю в интернет. Некоторые менеджа ругают. Вы все открываете, вас сегодня же запечатывают. Нет. Приезжают начальник уголовного розыска и прочего. Здороваются. Хорошие отношения. Мы нигде не пошли против власти. И Роспотребнадзор нам зла не сделал. И шалаши, и шалаши. Они нас передвинули сюда. Это они сделали. Вот. Рассмотрение того, что у меня было. И что есть количество слушателей у меня увеличилось во много раз. Ежедневно почти 10 тысяч. Ежедневно. Ну вот так. Там бывает больше, меньше и прочее. Если выходить. Меня блогером называют. И как только нет. Мы, наверное, самые продвинутые по этой системе. А на самом деле я не продвинутый. У меня хорошие друзья. Сам я никто, но друзья у меня хорошие. Бог дал. И они работают. Работают. Я только вот записываю. Дальше отправляю. В разных городах. Работают люди. Которые ставят. Дальше я имею доступ к своим ресурсам. Там замки стоят. Я замок утром снимаю. Каждый день 10 роликов. Сейчас по 5 стал. Потому что уменьшилась у нас работа. Мы на одном месте стоим. Сергей Козлов. Попросил разрешение создать копию нашего сайта. Я сказал. Зачем? Он такой хороший. Еще лучше. И какие-то у него наши знакомые. В Израиле и Белоруссии. Главное интересно. И он заплатил. Сколько? Кое-как. Узнал 300 тысяч. Я так ахнул. 300 тысяч. Да это вообще. У нас машина беремия. У кого там есть нет за такую стоимость. Я его не просил ничего. А почему? Бог. Бог это делает. И поэтому если вы нашли. Там я не пишу стихи. Я скажу. Ознакомьтесь с этими сначала. Я не нах... У меня когда я сказал. С сегодняшнего дня не пишу. А писал стихи так. На молитве. У меня как бы одна строка появляется. Я ее на молитве записал. Когда кончил. 36 минут без помарки. Найдите кто так писал. И у меня черновихи сохранились. Ни одного пересчеркнутое нет. Если Пушкин пишет. У него 20 раз он защеркнет. Нет, другое слово другое. То есть он профессионал. А у меня нет. Просто кисточка моет. Я кисточка в Божьих руках. Вот продают пачки бумаги. 500 листов. Печатные, которые большие где-то. Таких пачек 7. Семь пачек от верха до низа. И списанные карандашом. По 9 куплетов. За 9 лет. И они у меня целые. И помарок никаких нет. А как рифмуется? Понятия не имею. Но не так, что Бог, любовь, вновь. У меня рифмы здесь. Причастием с глаголом существительного. Бывает с союзом. И как звучит? Разберутся. На стихи нападают. К стихам пристают. Их критикуют. От них оживает. Значит, они живые. А не так, что написал там Евгений Агненин. И никому это не надо. Ну, хорошо написал. Твардовский. Издали там, вдали. И проще. Отдали, вдали. И кто их считает? Ничего нет. Мои 80 с лишним стихов, положенную музыку, Виктор Николаевич исполняет. Андрей отдыхает, спит. Так что, вот вам ответ. Я бы мог и сегодня. И вот батюшка уехал, Виктор Николаевич уехал. И никого нет. Я сразу вышел. И сразу сказал, что я проповеди. Все возрадовались. Наконец-то там Александров, Андрей. Да вот, наконец-то вы вышли. Я сразу ушел. Стихотворение. У меня еще рука дрожала. Дня два я дергался написать. Напишу даже куплет. Порву, выпрошу. Нет, я не должен писать. Все сказано. А стихи такие, что поются. Как они кладутся на музыку. Поэтичные. Отошел от проповеди. Фактически не отошел. Печать я не печатаю. Книги-то это печать. Переведенная это в интернет. У нас в аудио насчитано толкование. Трех томик толковый. Мы его насчитали в видео. Весь. Три тома. Так к этим комментариям я еще добавки делал. А люди говорят. В аудио плохо считается. Насчитать бы. Я насчитал. А теперь. Ну я в дороге. У меня видео не смотрится. Есть ли в аудио. А в аудио нас далеко нет. Я слышу, что мне говорят. И старайся выполнить. Вот такой ответ. Знаете, Тихо наличие. Вот такой вопрос. Мы знаем по Священному Писанию. Когда Господь Иисус Христос выгнал из храма торговцев, то уязвленные эти первосвященники и книжники, которые являлись как бы хозяевами этого храма, спросили. Господа, какой властью ты это делаешь? Вот я, младший, у вас на 20 лишних лет. Вам становятся жизни 58 лет. Какой силою вы могли сделать такой труд колоссальный, который, ну, по меткам, по-любски, ну, не постижим для одного человека? Ну я просто скажу. Попытайтесь не спать, как я когда оцепровывал. 16 часов, 17, на следующий день 18, на ногах. Да сна еще остается. Да кроме того, я пью, ем, у меня еще и голуби, и тому прочее. И последний день, 24 часа, я только на ногах мельтешился. Кто сможет это делать? А у меня силы-то нету. И все сделал. Совершенно не верил, как Бог. Мой Бог. Я хвалюсь им благодатью. Когда скажу, вы хвалитесь, чтобы у меня ничего нет, мне нечем хвалиться. Бог позволил мне это издать. Вот 4 тома стихов по 800 страниц, они выставлены на нашем сайте. По 800 стихотворения, это один куплет уже стихотворения. У меня по 9. Их каждый, мой эпиграф из Библии взятый. 42 срочки на странице, все срочки должны заняты. Все 800 срочек. И мало того, еще, так, 24, примерно 180, должно быть страниц. Так, 6, 6, да, 180 страниц фотографий цветных в каждый том. Это все надо было выбрать. Фотографии, фотошоп, работать, как поставить. Издать от цветных фотографий. Это очень дорого. Я пошел узнать, издать, еще экземпляров. 2,5 миллиона издать. А я издал и 90% даром раздал. Кто это делает? Когда кто это делал? Ну, книга-то, вот она, как она выглядит. Я послал в Америку, они говорят, у нас такие книги даже не издаются. И книги, наверное, папиросные бумаги, амсетная бумага. Все фотографии, это мелованная бумага. Посмотри, они какие блестящие. Красивые, художественные. Каптала, мало того, Новый Завет, который столковали с закладками. По 80 страниц фотографии. Геста мотары. Заранее раскрасить. Даже раскрасить его. Я с каких попыток не делал в разных городах. Мы думали замазать черное, а потом раскрасить найти художника. И, наконец, Евгений Клейменов учился с нашей прихожанкой, с Юлией Третьяковой, Фатеевой. И она с ним познакомила. А его закончили с красными дипломами. Он не нашего круга. И он приходил три раза ко мне, и неудачно. Не получается. Это когда нужно было так, чтобы есть тема. Допустим, открыл. Это, ну, допустим, жития святых. Зашел. Или вопросы мне задают. Вопросы и ответы. Вопрос ткнул, и ответ. Нашли одни вопросы. Откнул, открылся ответ. Это очень было сложно. Я благодарен ему. Игорь попросил ему все время сливки, что мог. Оставлял этим людям. С сестрой учился здесь. Всю зиму до самого, пока не уехал, я подкармливал. Денег-то нет. Но он мне показал. Дальше я все сам делал один. Почему? Бог. А думали, что не забыл. Я вообще не думаю. Я знаю, вот это выработана у меня система. Я не нахожусь. Я думаю о другом. Что бы я ни делал. Я размышляю или молюсь в это время. А дальше механически только переключаю и делаю. Это нельзя сделать. Нельзя. Я это знаю. Если КГБ, МГБ Московское думали, что работают в Сибири. Несколько отделов. Порестовали одного человека. Даже они ошиблись. Значит, они видели что-то необычное. Ко мне, помню, приехали. Вам только бы у нас работать. У нас работать. У вас военная все это. Выправка. Дисциплина. Да, я люблю дисциплину. У лидера, американские выработали, должно быть шесть качеств. Первое. Воображение. Охватить все до конца, как будет. Знания получить, как это сделать. Умение, как сделать. Дальше. Решительность. До конца довести. Беспощадность. И привлекательность. Беспощадность к разгильдяйству. Я ему раз сказал, он не сделал два. Да, ты пошел тут. Я его выброшу сразу. Зачем он нужен? У меня команда такая, которая работает вместе со мной. Притом добровольцы. И команда, это не два человека. Вот он перед тобой и стоит. Это Никита, он для виду куражится. А он все сделает. Что скажешь? Это он прежде, из него еще не вышло. Скажешь, чтобы он не пошел, он пойдет, сделает. Так что, ну и представь, приобрести дома. В деревне никто не участвовал. Это все мои финансы. Мои. Так это на 4 тома миллиона. А теперь на 38 томов. Сколько это ушло денег? И откуда деньги-то, когда нет у меня денег-то? Господь, Бог. Он прямо дает мне. Притом на меня выходили мусульмане и евреи. Все старались помочь. Мое дело привлекает людей. Оно интересное, красивое, полезное. Во всех отношениях. Ну вот и ответ. Все в бою. Все, садимся на обед. О, смотри, держи. Э, Валя. Обед пришел. Развлеглась. Мы с ней дружим уже. Ой. Ой, какие кошечки какие. Кроме того, я занимаюсь с детьми. Родители еще и зимой сгонят. С детьми приходят. Как Павел говорит, кроме того, ежедневное стечение народа. Это на дом приходят. Ну и я старост, та община. Все церковные дела. Я на контроле держу. Кто заболел, родил, уехал, женился. В этом участвовать, помочь. Помочь. У меня должность есть еще попечитель. Эта должность очень редкая. И она дается, как правило, тем, которые являются исповедниками. Мне дается право по канонам заступаться за падших в испытаниях. Почему? Потому что я испытал, имею право ходатайствовать. А снижение эпидемии. Никто больше не имеет этого права у нас. Ни священник, никто. Он должен выполнить канон. Как это? Не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я разговариваю когда с теми, кто сидел в тюрьме. Верующие. Там Глеб Якунин. Это уже прожжено. Ну вплоть до Сахарова. Которая знакома. Там Марченко, Анатолий. Это близкие к нему люди. Никто не проводил так время в заключении, как дал мне Господь. У меня время по часам разбито было. А часов нет. Каждый день не менее четыре раз я на молитве. По полтора часа. Последние два часа. С восьми до десяти проповедь. Никого не было. Александр Огородников. Герой настоящий. Ничего этого не было. Я разговаривал с людьми, которые много лет сидели. Не было. Я уж не верю с Ложеницыным. Он даже не мог описать. И такого не было. Мне Бог дал это по графику. Это все отметили, когда я был в психиатрии на проверку. Как называют она там? Уголовная или какая-то психиатрия? Там что? Щеткий распорядок. Входил в другие палаты. Безбоязненно обращал в словах к преступникам. Характер теплый, ненавязчивый со сестрами. Ненавязчивый. А сектант он въедливый. Нет. Я молился. И там. Ночью начали молить. А там день и ночь светит свет. И характеристики, они помещены у меня для слова Божьего нету. Могут одну такую характеристику кто-нибудь, кто сидел. Мне нигде нету. Бог меня избрал на это. И я стараюсь быть верным ему. Только и всего. Думал писать? Не думал. Я издал. Однажды мне помог Клименко Владимир Федорович, главный редактор газеты за науку Алтайского государственного университета. Издать темы, допустим, о крещении отдельно. Это листик. У него газета. 999 экземпляров. А вкладыш хоть сколько. И я к нему приспособился. Его сын у меня был в лагере. Он сам приезжал. Он теперь даже редактором в Алтайской миссии. В ипроферальной газете. И он мне помог. Он издает. 990 тысяч нету. А я вкладыш у него издать 25 тысяч. И сразу из типографии я забираю. Я рассчитался. Все как надо. Фотографии какие надо. Он помогает верстать. Не нашего круга человек. А теперь приходят старообрядцы и говорят. А вот то, что вы напечатали о покаянии, о церковной дисциплине, о слое Божьем. Ну а все. Это надо издать отдельной книгой. К истину право ставят. Я говорю, да зачем газета? Газеты переебаются. Газеты на одну тему. Надо, ну я говорю, пожалуйста, а кто верстать будет? Я говорю, что это такое? Дальше я верстать сам буду, благодаря тому, что научился на Панаилу. Я романах. Он сделается неприятелем моим. Потом. Но до 8-го дома он верстает и спит без Божьего. По 10 часов, сутки или 12. Я разбужу дальше, что делать, он покажет. Если бы он спал меньше, он бы сам до конца делал. Но благодаря его чудовищному сну, я научился всему. То есть люди не так делают. Это ничего не значит. Ты не делаешь, я буду это делать. Я обязательно впребусь. Это не означает, что я себе дал, а ты не делаешь. Я приспособлю. У меня здесь есть. Установил его. На себя направил. Все равно сделаю. Дома я записывал, когда устанавливал каждый день. События дня. И скорее обхожу с этой стороны. И дальше начинаю нащипывать. События дня. То есть решительность. Есть люди, которые против меня прям идут. А маленько пройдет, он взводит. Что я делал? Мне рта раскрыть нельзя против вас. Вот Михаил Федорович. Такое. Покаяние приносит. Потом опять вот туда дал. Да только не лов. Наплевать да забыть. Главное это, чтобы человек спасся. Он у меня ежедневный молитв. Вот и все. Это молитва. Я прошу Бога. Господи, не могу, не знаю. В разумии наставь. Пошли мне добрых людей. Помощников, наставников и советников. Ежедневная молитва. И Бог мне дает. Мне сейчас что-нибудь так. Никита только звонок. Никита. У меня опять. Никита пришел. Баран заткнулся. Пошло. Я приехал сюда. Здесь больше некому. А Никита со мной как секретарь. Он все знает. А для него я чем-то полезен. Бог так делал. С Украины приехал сюда. Чтобы задать вопросы, вы приехали с Украины. Богу слава. Аминь. За стол. Так, Паля, пошли-ка домой.